Мы столкнулись с некой проблемой, которую нам создали наши медиа. Наши медиа, когда развалился Советский Союз, они начали действовать, скажем, по западным мотивам. Наши медиа действительно стали коммерческие и стали показывать то, что человеку легче всего показать в погоне за рейтингом. И мы не будем сейчас глубоко опускаться в историю медиа, просто вспомним, что в какой-то момент нам навязали гламур. Появились телеканалы СТС, ТНТ, в общем, и федеральные каналы центральные стали тем же самым заниматься. Они нам показывали, что надо быть красивым, успешным, что надо зарабатывать много денег, покупать себе хорошую одежду. И самое главное, что вставили нашему народу, нашей нации в голову федеральные каналы, это то, что, в общем-то, вы, уважаемые зрители, здесь все временные. Вы временно работаете на заводе, вы временно работаете на заправке или в магазине, вы временно работаете учителем. Это все у вас, вы золушка, вы золушка, вы народ золушка. Рано или поздно, если вы женщина, то приедет принц на красивом Мерседесе, увезет вас на яхту обрамочек, к нему в гости, и в общем, у вас статус изменится. А то же самое мужчинам транслируют, когда говорят им, что сейчас вы, скажем, рабочий или сейчас вы учитель или врач, но рано или поздно вы победите в кастинге телеканала ТНТ, и абсолютно точно вы станете звездой, у вас будут целые концерты. Неважно, умеете вы петь или нет, если вы умный, симпатичный, то вам гарантировано, что рано или поздно вы измените свою жизнь вот таким образом. И у нас воспиталась целая нация вот таких временных людей, мы все на своих местах временно, мы всем, нас убедили в этом, причем не только официальный СМИ, телеканал, интернет нам говорит о том же самом. В интернете тоже постоянно транслируются некие истории успеха, которые говорят нам, что мы только временно не плаваем с Абрамовичем на его яхте, со всей его тусовкой, там, не встречаем вместе Новый год на тропическом острове. Но понятно, что в стране 145 миллионов человек, россиян, и яхты на каждого не хватит, это абсолютно точно, и совершенно не каждой королеве бензоколонки рано или поздно приедет за ней принц на белом Мерседесе, тоже не хватает, и принцев не хватает, и Мерседесов гораздо меньше, чем работниц бензоколонки, или фрезеровщицы, или крановщицы. Ну, медиа над этим работали, и медиа до сих пор над этим работает, и медиа заложники этой ситуации, потому что если медиа начнут показывать что-то хорошее и правдивое, то люди не хотят это смотреть, потому что по всем каналам, и во всех интернет-браузерах, и все интернет-серверы, и коллективные блоги, и какие-то интернет-издания, все транслируют одно и то же. Станешь успешным, ты временно на своем месте, но ты имеешь все шансы, просто развивай свой аккаунт в Инстаграм, и ты станешь звездой. И, в общем, эту ситуацию, конечно, надо менять, иначе мы вот так и останемся временными людьми. Помните, еще есть такая пословица, что нет ничего более постоянного, чем что-то временное. Вот мы в такой ситуации оказались. Мы временно оказались на своих временных местах, и все в это поверили, что мы здесь временно. Но это не так. 145 миллионов человек могут, и хотят, и должны работать. И это, кстати, очень хорошо видно именно в регионах. Именно региональные СМИ не пытаются обскакать там Первый канал или СТС, или ТНТ вот в этой гонке за гламуром и в навязывании человека этих иллюзорных и нечестных ценностей. Именно региональные СМИ чаще всего и показывают человека труда, и показывают истории обычных людей, которые не стремятся стать звездой телеканала ТНТ, это бы очевидно его шоу. Показывают обычных людей. И в чем-то мы должны помочь этим региональным каналам. Федеральные власти как-то должны помогать. Конечно, медиа в России заложники коммерческой ситуации. Есть некое почти заговорческое мнение, что российские медиа все централизованы и подчиняются Кремлю. Это не так. Все российские медиа, к сожалению и к счастью для свободы слова, которые здесь, несомненно, есть в нашей стране, они подчиняются рейтингам, а рейтинги подчиняются рекламодателям. А рекламодатель хочет продавать свой стиральный порошок или обувь, или машины в программах, которые приближены к этой иллюзорной мечте. Когда все мы когда-нибудь окажемся на яхте Абрамовича в новой обуви и с этим прекрасным стиральным порошком, который они продают. И эту политику диктуют нам рекламодатели. Политика строится, информационная политика в стране строится на желании транснациональных корпораций что-то продать, по-русски говоря, втюхать массовому потребителю. Массовому потребителю в красивую очередь обертке. И опять же, обернуто так, что если ты купишь наш стиральный порошок, то рано или поздно ты окажешься на этой яхте Абрамовича. Но это неправда, я еще раз повторяю. 145 миллионов человек не могут одновременно оказаться на этой яхте Абрамовича мифической, потому что она просто потонет под таким количеством людей. И мы видим, как особенно в регионах и власть, и какие-то предприниматели пытаются возродить эту тему человека труда. Пытаются вернуть человека в нормальную реальность, где он счастлив, работая на своем месте, и понимая, что он нужен своему городу, предприятию в стране. Но, к сожалению, это делается архаичными способами и методами. В век, когда, скажем, даже не век, мы назовем это третье тысячелетие. В третьем тысячелетии очень наивно проводить фотоконкурс о человеке труда, и потом развешивать фотографии в неком зале и вводить в этот зал пенсионеров и школьников. Потому что интернет и современные медиа, они пошли гораздо дальше, и в них все происходит мгновенно, прямо сейчас. И архаичные способы, к сожалению, даже когда региональные власти честно пытаются вернуть тот же престиж рабочих профессий, эти архаичные способы не работают. Кто с этим должен работать? Наверное, должны с этим работать понимающие люди в региональных СМИ в том числе, которые болеют за свой регион, за свой город, которые понимают, что рано или поздно вот этот медиа-кошмар, который вокруг нас, и медиа-ложь, которая вокруг нас, она должна закончиться. И, вероятно, надо искать новые способы общения с аудиторией на эту тему. К сожалению, мы не можем просто показывать какого-то токаря и говорить, смотрите, это отличный токарь, у него отличная профессия. К сожалению, мы должны как-то по-новому показывать жизнь этого токаря. Мы сейчас условно берем токаря, мы можем взять представителя любой специальности, от пекаря до учителя. И, в общем, мы должны показать человеку, что он на своем месте. И я, например, бывал в регионах и видел этих людей. И в регионах, в общем, люди зачастую так и чувствуют себя счастливыми и довольными. У них достаточно высокие для них зарплаты, и, в общем, им всего хватает, и они любят свою родину. Но рано или поздно к ним через телевизор, через интернет приходит вот эта вот картинка того, что парень или девушка, ты не на своем месте. Вот когда-нибудь ты станешь звездой. Тебе не нужно все вот это, то, что у тебя сейчас в жизни происходит. Стань звездой, стань обязательно. Выбейся в люди, выбейся в медийные лица. Ну, как я уже говорил, это полная ложь. Не может быть 145 миллионов медийных лиц, иначе непонятно для кого эти медийные лица. Человеку просто нужно выключить вот эту вот шизофрению, которая происходит в операционных медиа, и вернуть его в реальную жизнь. Все, что нам нужно, это просто возвращение в реальность. И тогда у нас в стране все будет хорошо, и все будут довольны. Вот, например, если вы гуляете по городам Китая, это очень интересный для нас вопрос. Потому что тот, кто не был в Китае и не пожил там какое-то время, у нас есть некие стереотипы о Китае. Они на самом деле не совсем соответствуют действительности. Вот я когда был в Китае, то, что меня поразило, что и в больших, и в маленьких городах ты идешь по улице, и ты не видишь несчастных людей. Все люди на своем месте. Они не задумываются о том, много у них или мало денег, есть ли у них уже Бентли, или они когда-нибудь его купят. Они, в общем, живут своей жизнью, и очень сложно встретить на улице. Я пытался, искал взглядом, не мог встретить недовольных людей, недовольных собой, недовольных тем, что его окружает. Да, это, возможно, Китай отдельная история, на нас это не похоже. Но мы тоже должны стремиться к тому, чтобы наши люди были счастливы. А счастлив человек именно тогда, когда он на своем месте.